В начале планерного совещания участники почтили минутой молчания память безвременно ушедшего из жизни Вячеслава Климовца. В разное время он возглавлял совхозы Предгорье, Отважненский, был директором Лобинского совхозотехникума. Для района весть о его гибели – большая трагедия, сказал глава. Далее Александр Сачиков вновь затронул тему подготовки района к зиме, изучить финансовое положение предприятий ЖКХ, продумать, как их поддержать, задача, над которой придется потрудиться районной и городской власти. Депутаты райсовета на ближайшей сессии подробно рассмотрят этот вопрос. О состоянии консолидированного бюджета района доложил первый заместитель главы района Александр Демченко. Несмотря на то, что консолидированный бюджет района исполняется успешно и наблюдается прирост на 75 миллионов рублей к прошлому году, ситуация в целом сложная. Необходимо выходить на систему управления в условиях кризиса. По-разному обстоит дело с исполнением бюджета в поселениях. В среднем по району исполнение составляет 54%. В Первосинюхинском, Сладковском, Упорницком и Засовском поселениях – менее 50%. Глава района поручил начальнику финансового управления провести ряд выездных совещаний по поселениям, направленных на увеличение доходной части местных бюджетов. Далее Александр Демченко рассказал о структуре доходных источников, сложностях финансирования социальной сферы в условиях инфляции, ряде мер, которые предпринимает администрация района, чтобы стабилизировать ситуацию. А говоря о расходной части бюджета, он отметил, что на сегодняшний день у администрации нет долгов по заработной плате, по оплате в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования, оплате налогов, погашению бюджетного кредита. Зато есть серьезная задолженность перед предприятием тепловой сети, но идет работа по ее погашению. В администрации района действует комиссия по оптимизации расходов. Обращаясь к присутствующим, первый заместитель главы района настоятельно рекомендовал не принимать финансовые обязательства, которые не обеспечены исполнением. Вопрос о ситуации с районным бюджетом также будет подробно рассмотрен на ближайшей сессии Совета муниципального образования Лобинский район.